Кем быть после получения аттестата зрелости? Вот в чем вопрос. Большинство старшеклассников 123-й школы советского района свой выбор в профессии сделали. Андрей Чиликин мечтает работать пожарным. Риск, говорит, дело благородное. Да и физически он готов к испытаниям. В пожарно-прикладном спорте Чиликин чемпион. Родители сначала были против, что я буду отдавать всю свою жизнь спорту. Но потом они как-то на это закрыли глаза и сказали, что раз тебя это интересует, то можешь продолжать заниматься и идти дальше в профессию эту. Поставить все точки над и в самарской истории готова Ольга Борисова. Надеется, что ее труд оценят по достоинству не только потомки, но и современники. В денежном эквиваленте. Ведь новые научные открытия сделают Самару привлекательной для туристов. Мне очень интересен этот предмет. Я с самого, наверное, детства интересовалась этим всем. Еще археология меня привлекает. Это вот эти вот все раскопки, узнавать, как люди жили раньше, какая архитектура была. Сделать правильный выбор профессии тем старшеклассникам, которые еще не определились, решили помочь депутаты городской думы. Пилотный проект профориентации стартовал в советском районе. Валерий Барсук на собственном опыте жизни друзей рассказал на встрече с молодежью, как важно найти себя во взрослой жизни. Ведь работа должна не только приносить удовольствие, но и пополнять семейный бюджет. Сейчас в Самаре в приоритете рабочие специальности. Например, первоклассный сварщик зарабатывает порядка 100 тысяч рублей. Нам нужны сейчас культирные кадры для того, чтобы возродить нашу промышленность, наши предприятия, оборонку. Для этого нужно вернуться, наверное, по ему мнению, к нашему советскому прошлому и взять из него самое лучшее, что было. Это учебно-производственные комбинаты, те подшефные или шефские предприятия, которые были у каждой школы. В 123-й школе не только учат грамоте и письму. Выбор правильной профессии для Самары – приоритет в образовательном процессе. Экскурсии в профильные колледжи и на предприятии. Авиационной и металлургической промышленности проходят регулярно. Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События.